Поэтому вот эти обсуждения, я вообще почему люблю сатсанги, до сих пор их провожу, что они на самом деле при всем, казалось бы, их таком расслабленном варианте, наполненном как раз вот дискурсами речевыми, все равно создают некое такое, как это говорится, сказка, ложный в ней намек, добрым молодцам урок. И иногда при обратной связи, когда люди говорят, что они вот видят, что это помогает. Поэтому мы вот сейчас первую часть поговорим, а вторую часть, те, кто захочет, останутся на практику, там мы будем меньше разговаривать, больше поделаем такие инструменты, очень хорошие, очень рабочие, дающие очевидные результаты. Итак, можете задавать, потому что я говорю, я с 7 утра за рулем, и еще у меня все шумит в голове, но сейчас оно остановится. Можно что-то спросить, можно что-то... куда мы пойдем, потому что все время все, что здесь происходит, сводится к одному. Это каким-то образом вы в собственном лице должны сами себя убедить, что все, что вот умом вы себе компилируете, это сон. И вот в этом сне вы лишь персонаж сна, а кто его смотрит? Здесь по аналогии. То есть, когда вы во сне, помните, да? Вы во сне участвуете в различных событиях, процессах. Иногда очень четких, ясных. Даже, говорят, осознанные сны кто-то видит. А иногда они такие размытные, хаотичные. Но когда вы просыпаетесь, вы всегда помните, я это я. То, что там происходило, это была иллюзия. И несмотря на то, что когда во сне я был персонажами сна, иногда менял там пол, мог быть животным, мог быть какими-то другими состояниями, все равно это были мои представления, ощущения и своего рода воображения. Так вот, сейчас здесь все выглядит точно так же. Вот это все. Это всего лишь ваши представления, ощущения и воображения. Причем сам объект ваш, которому вас привязали как к телу, как к имени, как к социальной роли, это точно такой же персонаж сновидения. Просто здесь произошла как бы более плотная, такие мысли формы здесь более тягучие, чем во сне. Знаете, во сне тело замирает, и в результате там психическая энергия, она живая, динамичная. В результате тело сновидения может летать, проходить сквозь стены. Здесь же вот эта фиксированная форма, где вы в физическом теле, она замедленная, это как скафандр такой. В результате очень инертная, и вам кажется, что вот этот инертный скафандр, он является мной, я к нему привык, я же к нему просыпаюсь, когда из обычного сна. И вот теперь я понимаю, да, это вот, помните буддийские четыре благородных истины, жизнь, страдания, страдание из того, что есть желание. Желание – это вот атрибут исключительно вот этой фиксированной мыслеформы. Тело хочет есть, пить, наслаждаться. Ум в виде дискурсивного ума, продуцированного мозговой деятельностью, переживает всякие комбинации желаний, достижений, описаний самого себя и мира, пониманий. И все это так вот скомпоновалось, и вы теперь типа вот этот сгусток событий. А на самом деле ничего не изменилось. Это всего лишь ваши ощущения, представления и воображения. Вы воображаете, что… Я вот воображаю, что моя рука сейчас двигается. Она двигается точно так же, как у меня рука двигается во сне. Когда я во сне, ну в обычном, то я там тоже двигаю рукой, что-то беру, от кого-то бегу. Недавно вот клубнику ел во сне, очень вкусно было. Прямо от слюнки текли. Ну знаете, бывают сны такие. Сексом некоторые там занимаются. Вот. Короче, все те же самые ощущения, представления и воображения. Просто здесь они вот как бы зафиксированы. И вот раскладывать вот эту фиксацию, увидеть, что точно так же, как во сне, есть сновидящие. То есть здесь вот сновидящие не внутри физического тела, а все состояния физического тела и психических состояний. Это просто его проекции. Причем эти проекции, как ощущение представления воображения, ничем не лучше, чем проекция другого человека. Знаете, есть такой затык, что другой человек – это типа не я. Ну он же там, у него там сидит свое эго, которое его каким-то образом там оживляет. И я не могу добиться от него там того, чего я хочу. Ну знаете, что мы хотим от людей. Ну, чтобы они нас любили, кормили, ну в детстве. Там давали нам денег, там еще что-то. А эти балбесы не хотят этого делать. Они сопротивляются за всех. Поэтому я считаю, что типа объекты – это не я. Я им не управляю. Или управляю? А кто управляет? Вообще управление – это вообще возможная категория? Как субъективное действие? Законно управляет? Да, есть. А программы? Да, есть программы, закон, закон кармы, закон всемирного тяготения, причина следственных связей. То есть… Помните, основной вот расколдовывающий момент – это то, что проверить действительно… А я управляю хоть… Не то, что другими людьми, а хоть простейшими… Да, собственными вот этими функциями. То есть, помните… Да, пищеварение, клеточное деление, там еще что-то. Даже мышечное движение, вот помните, рукой. Я не знаю, как оно происходит. И оно происходит… Ну, я не знаю, звезды так сошлись, чтобы я вот так рукой помахал. Но это так и есть. То есть, если до астрологии, до глубины разбираться, то причинно-следственная связь прописана вообще буквально, тотально. Что… Вот я почесал глаз, это… Ну, весь мир сошелся для этого. Я этого не делал. потому что… И вот самое главное. А кто я? Если в теле то, что там сидит, это объект, о котором я думаю. Я Сергей, я мужчина, я россиянин. И дальше, и дальше, и дальше. То есть, я думаю о Сергее, о теле, о смерти, о жизни, о судьбе. А кто этот тот, кто вот эти перебирает? Здесь, смотрите, вот вся трагедия, что я вам не подскажу. Ну, в принципе, я могу, типа, внушить, ну, даже не внушить, а сделать, ну, как бы, сложное объяснение, такое философско-научное. И вы скажете, ну, как вас в школе приучили, да, вот материя, вот тело, вот все. Это просто привычка, просто описание, которое вам внушили. Сейчас больше не надо описывать ничего. Вопрос, кто это? Это такой, уже не вопрос для понимания, которое можно описать, а это такое экзистенциальное, ну, то есть внутреннее, внутреннее соединение. Потому что, если вы сейчас будете пытаться продумать, что это ум, что это мозг, вы уже это делали. Видите, вы об уме и об мозге думаете со стороны, как бы. А кто думает об уме и мозге? Это невозможно описать. Невозможно описать. И главное, не нужно. Просто принять, как есть. Ну, да, вроде бы, как бы, принять. Но принять, это тоже, ну, что-то сделать. Описать, принять, понять. Это все из той же оперы. Что опять, как бы, вы собираетесь что-то с чем-то сделать. А сделать ничего невозможное. Немножко какая-то информация есть все-таки? Нет. Где-то написано. Она старается это описать умом. Все умирает. Упадает вообще в ступор. Ну, либо в ступор, а очень умный ум все-таки может описать. Я знаю очень таких серьезных философов, которые все-таки умудрялись это описывать. Вот. И возвращаемся к экзистенциальному вот этому состоянию. Действительно, а что же делать? Вот для чего вы сейчас пришли? Я же говорю, я вам не дам описания. И вы уже знаете, что никто вам не даст описания. И вы уже даже знаете, что вы это не описываемое, а что-то вот, что, что. И вот основная помеха вот к этому является комментарий, который выбрасывает ум. Для ума сейчас, видите, наступает, ну, такой коллапс. Он, он, с одной стороны, не понимает, нахрена я сюда пришел, если тут ничего не дадут. С другой стороны, он понимает, что у него нет ресурсов для такого понимания. А самая, ну, вот как бы самая крутая такая штука, что ум, который описывает, это ваше эго, это то, чем вы себя считали. И если его прижать вот так вот к стеночке, он начинает умирать. Ему ничего не сделать. А значит, умирать начинаете вы. Вы пришли сюда для того, чтобы, ну, разрушить все свои шаблонные описания. Но в этих шаблонных описаниях находится то, с чем вы все время себя отождествляли. еще раз, это такой момент очень странненький, что вы пришли сюда умереть. Причем умереть хуже, чем как вы умрете, когда тело будет разлагаться. Там стресс, бордо, понеслось кармическая детерминация и там вас куда-нибудь пропишут в очередной раз. А здесь больше этого не будет. Все. Действительно пустота. Только пустота не та, которую знает дискурсивный ум как нечто такое, ну, самое элементарное, самое неинтересное и самое такое бестолковое. А что пустота это и есть тот, кто смотрит сон. вопрос, зачем? Незачем. Это делается незачем, просто вам деться некуда. Вы все вынуждены будете сделать это. Это без вариантов. Это единственное, ради чего вообще все живется. вот все остальное это так, суета, тренировка. Натренировать тело, натренировать только что я был юношей пылким с глазами горящими, а все, еще мгновение я старик и все, закончилось. Даже ничего не увидеть не успел. Хотя много пытался увидеть, сделать, накопить себе знания, еще что-то. это ничего пустое. Поэтому это единственное, вопрос зачем, это единственное, что вы вообще, из-за чего вы будете постоянно возвращаться к тому, пока это не сделаете. То есть колесо сансеры будет крутиться до тех пор, пока не кончится бензин. Но бензин ваших желаний, ваших почему, как он кончится, ничего. Давайте. За этим вопросом единственное и пришла. Да, давайте единственные вопросы, которые есть. Ну, это не мои практики. В общем, такие. я сам их в себе заметил, а потом узнал, что они, в общем-то, умерсальны. Это очень большие ломки, когда ты разбираешь родных. Точно. Да, это осталось ума, и даже еще есть, я даже чувствую, и даже теперь чувствую некоторые вибрации. И они постоянно. Но они уже видятся. Они очень красиво видятся. Но у ума осталось еще один затык. Я знаю, что все есть зеркало, зеркало, да, и я все вижу, да, что я сама вот так себя умом придумала, вот как классно ум развлекается, да. Но у меня остался из родных один вопрос. Я не могу увидеть то, где парится ум с мамой. Я понимаю, что я себе что-то я... Значит, смотри, сейчас вот заметь, что он парится не с мамой, он парится вот сейчас в этом вопросе. Что-то в тебе такое сейчас это оно. Мама это просто я вижу, она очень классная. Вот прямо сейчас он говорит, я вижу, типа, я контролирую ситуацию, но мне надо понять, я должен ее лучше контролировать. Вот и еще раз, что близкие, родные, это только очень, очень, но я с теми вот то, что хочу но это все нормально, потому что это другие видят. Я хочу вот продолжить, потому что там вопрос. Давайте. вот как начала трансформация ума, я не могу с ней нормально общаться, я общаюсь с ней, но у меня стопор. не сможете с ней нормально общаться, вы ни к чему, еще раз, вам надо принять ее такой, какая есть. Я, наверное, ум пришел за подсказкой, наверное, узнает вам или не узнает, или будет потом сам на себя смотреть, догадываться, у меня стопор, я не знаю, у меня замокание праздники, Новый год, как мы не будем праздновать, как мы не пойдем в костюм, я все у меня вот, я не знаю, главный мне не интересно стало, ну как вот тебе не, не, стоп, вот я за этим пришла вопросом. Хорошо, значит, вам каким-то образом надо стать, как вот, как у Карлоса Кастанеды, знаете, есть такой Карлос Кастанеды, он там про безупречность все время говорит, стать очень безупречным таким отслеживателем собственных вот этих сопротивлений, там, комментариев или еще что-то, что надо как-то так с мамой очень аккуратно сделать, чтобы она вас не могла задеть. Я понимаю, что она себя зеркалью, и не могу понять, вот единственное... Нет, раз задевает, значит, не зеркалить. Но, значит, она что-то отражает, что я должна увидеть в этой ситуации? Вот это, вот это она отражает, вот то, что вы сейчас говорите, это она вам и отражает. Я затуплю, могу не тупить. Да. Вот, вот. Да. вы не исправите. Ничего вы с ней не сделаете. Либо вы говорите, мама, я не хожу, и терпите, как она вас накрывает, и при этом смотрите в себя, а вы волнуетесь по поводу того, что она вас сейчас вот там учит жизни. Тогда вот это становится практикой. Я так и стараюсь, но я не знаю, как общаться. Нет, нет, вы так, значит, не делаете. Значит, неважно. Разговор должен быть. Кому должен? Вот и началось. Правил нету. Я говорю, это может быть бесконечный конфликт, в котором вы единственную безопречность наворачиваете, что когда мама вас дергает, вы не дергаетесь. Но это делаете не хитрым способом, типа, под ковер замели, типа, я нормально. А прямо вот видите, вот как она вас достает. И вы идете, вот помните, правило простое. Иди навстречу тому, что сильнее всего тебя дергает. То есть... Ну надо, не надо. Уже знаете, да? Потому что я говорю, все вот эти родственники, это вот даже главнее, чем все эти понимания. Вы специально их всех собрали, чтобы они выносили вам мозг. Чем лучше они вам мозг выносят, тем лучше они справляются со своей задачей. То есть, тречите, все равно сидишь, чай пьешь, да? Вот. Общаешься. Я не могу понять, о чем поддерживается разговор. Ни о чем? Ну, начинается. Вот это, не то, что меня дергает, просто у меня стопор. Я не знаю, как продолжать разговор. Никак. Что там у наших тетей, что там у наших соседей, не так ух ты, но мы поставим их там на месте, этих соседей. Не-не-не, вы серьезно играете. Вы еще думаете, что тетки какие-то есть. Это мне мама объясняет, это мне мама объясняет по теткам. Так, а вы должны понимать, чтобы мама вам рассказывала про квазары и черные дыры, что про теток? Это, в общем-то, информация одного и того же порядка. замыкать нельзя. С интересом. Что там в квазарах черные? А у теток интересно, что там происходит? все, тогда неинтересно. Нет, серьезно, такая игра дурацкая. Вы понимаете? У меня точно такая же ситуация, вы не представляете, есть человек, который меня выносит. Серьезно. Вы сами себе его сделали. Да, да, причем выносит так, что вот прямо, я прямо думаю, какая глупость, как же так может? Я же мастер, все меня признают. А этот человек по барабану, что я мастер, он меня ноги там вытирает и говорит, иди ты. Она меня не пьетит, не разоружает, но как же не раздражает? Вы все время рассказываете о том, что она вас напрягает. Напряжение это и есть форма раздражения. Это форма раздражения. То есть вы должны принять все ее рассказы, все ее претензии, но не в смысле, как что-то вас там сопротивляется, а все время с интересом, с интересом. Все время открытый интерес. Идите туда. У меня пропал интерес, пойдем. А вы его верните. А зачем? Тогда маму скажите, мама, идите в зад, я к вам больше не приду. Тоже радикальный вариант. Если мама есть, и она вам нужна, проявляйте к ней интерес, а интерес – это любовь. Только любовь с мамами. А это значит искренне, прямо вот с вниманием, слушать, что она говорит. Даже если вам это не интересно. Ну, не может быть неинтересно. Собожди, что я молчу. Она говорит, ты приезжаешь, ты молчишь. Ты молчишь. Ну, она тебя провоцирует, конечно, ей хочется побеседовать. Значит, не молчи, начинай разговаривать. А если нет желания? Тогда маме говоришь, у меня нет желания разговаривать. Это невероятная глупость. Да, и ждет, да, контролирует. Маме говоришь, у меня нет желания, и мама тогда тебе скажет следующий. И ты уже поинтересовала. Ну, как интересно она разворачивает тему. Вы хотите убежать, спрятаться. Не, я это вижу, я за тебя пришла, потому что вижу, что ум сам не может расколдоваться. Потому что ум, я же говорю, ум вот в таких ситуациях начинает умирать. Он боится того, где он голенький и открытый. Ну, чистое сознание, чистая любовь. Там, на этом свету смерть его. Поэтому вы еще, вы еще хотите что-то там разобрать и еще что-то. И стоите в обороне. Вам надо оборону снять и сдаться. Принять маму во всех ее состояниях. Достает вас, не достает вас. Ну, либо, я говорю, как жуткий какой-нибудь Асур, сказать мамы. Все. Так, ну, в принципе, приблизительно у всех на бытовом уровне то же самое, потому что, я говорю, у всех есть мужья, жены, дети, мамы, начальники на работе. Вот про них мы как раз на практике еще раз усугубим этот момент, что делать, как быть. Вот. И это самое крутое. На самом деле, не понимание, я говорю, а научиться взаимодействовать с миром так, чтобы вам все время было интересно, как в детстве. Причем интересно не только тогда, когда вы поехали там в Непал или там в Красном море рыбок рассматриваете, а когда вы разговариваете с мамой. Именно вернуться интерес себе в самых таких обыденных и скучных вещах. Потому что скука это только умственная конструкция, эгоистичная. У духа, у сознания скуки нету. Он говорит, он всегда маленький ребенок, ему все интересно. И то, что, скажем, для ума отвратительно, ему интересно. Знаете, как в детстве там смотришь, я помню, у меня рыбу поймает, ее потрошат, и я смотрю, какие у нее там органы там, еще что-то. Он интересно, почему этот воздушный пузырь не тонет, а что там, сердце какое-то. Глупое. А для взрослых это отходы вонючие, их только помой на ведро. А ребенку, видите, интересно. И есть, конечно, более сложные вещи. Ну, вы знаете, там, война, убийство, насилие, болезни смертельные. Ну, это тоже все, говорю, форма. Но, здесь, эти системы должны работать, если вы на своем месте. То есть, не надо специально идти на войну, если вы не воин. Не надо там лезть куда-то там к бомжам, если вы не... Ну, это не ваше. Понятно. У каждого есть какие-то свои места, где и так есть те, кто вас достанет. Не надо усугублять и что-то придумывать. Черные ретриты устраивать. Мухоморы есть. Так. А не хватает ли просто знания, что я есть то, что-то, то, что наблюдает это все? Да, это самый короткий путь. То есть, вот, известные неоадвайтисты, махарши, там, несаргадата, они рекомендовали остановиться на этом. Но, чтобы на этом остановиться, это, как бы, дальний уголок. Вокруг него, вот я говорю, наверчины. Всякое. То есть, сказать, я есть то, и при этом, там, я не знаю, если ты заболел, побежать к врачу, это ты, значит, не есть то. Ну, если ты даже побежал к врачу, ну, это просто такой сон. Ну, вот, поэтому надо вначале научиться, говорю, расколдовывать всю эту ситуацию, чтобы действительно проверка является элементарной. Может ли вас кто-то вот раздражить, вывести из себя, сделать серьезным? Ну, есть же какие-то идеалы, за которые мы все равно где-то в глубине души там держимся. У кого-то религиозные, у кого-то либеральные, у кого-то патриотические, там, я не знаю, у кого-то там вот, что мама это родственник, то есть, вот, есть ли что-то, что вас может вытряснуть из состояния вот этого игры? А если даже вытрясло, забылся, потом вспомнил? Да, именно так мы все и делаем. Вот именно этим мы и занимаемся. Мы периодически вспоминаем, ну, не так ясно, но потом забываем и так забываем, что потом не понимаем, как вспомнить. Ходим, медитируем, медитируем, снова вспомнили, ну, есть такие проблески, но это тоже не у всех. И опять снова тут же забываем, потому что, о, это же было, запомнить надо, я же это самое. Да, так и есть, потому что, условно говоря, не хватает энергии, вот удержать это без того, чтобы вылез комментатор. То есть, я есть то, и все, на этом остановиться. А это значит, все, у вас ментальная тишина. То, что называется, остановить ум. А его остановить невозможно. Помните, мысли не вы думаете. Сон такой. Да, такой сон. Как во сне, вот не вы продуцируете все это. Точно так же и здесь. Не вы мысли думаете. Почему вот в этом состоянии появляется такой вот, это, наверное, тоже ум, как я поняла, безразличие от жизни. Да, это, это одна из форм, да, эго-структуры, когда вот он начинает видеть, что его ловят, он тогда вот выкидывает вот этот фокус и говорит, ничего не интересно, ты вообще овощем станешь, там, еще что-то. Ну, это как раз хороший признак, потому что вот я сколько знал людей, которые вот доходили до такой стадии, ну, правда, им серьезно было ничего неинтересно, то есть они хотели руки на себя вложить. Вот у меня тот самый. Буквально говорили, что я не понимаю, я не понимаю, вот ребенок ходит, я не понимаю, но это у них непонимание, расторжествление произошло, то есть они вот, я есть, я есть, я есть, где я, где я, я не тело, я не семья, я не... И вдруг действительно памш, все развалилось. Семья не имеет смысла, ребенок не имеет смысла, ничего не радует в нем, муж не имеет смысла, идиот какой-то, работа не имеет смысла, тело не имеет смысла, еда не имеет смысла, и что, помирать что ли? То есть это вот хороший признак. Ну вот, я не знаю, вот, вот, те женщины, которые ко мне подходили, у них это было очень отчаянное положение. Нет, у вас оно скучноватое немножко. Да? А там просто, они подошли, я как последняя для них спасительная, говорит, ты вот, я сейчас уйду и... Ну у меня как-то получается, я подхожу к этому, откатываюсь, подхожу к этому... Ну да, да, то есть еще захвата полного нету, полный захват, это действительно все, караул. Было сейчас. Ну, сейчас вроде как-то попустила. Ну вот, видите, попустила, значит, такое еще есть, за что держаться, тело есть, спит, отдыхает. Ну, это очень хороший, близкий вариант, там остаться, как раз уже ум уже ничего не может выбросить, там действительно в уме пустота, и вот только я есть, я есть, я есть. Может быть так, что в уме пустота, но все происходит. Работаешь, семья, все дела. Нет, это ум говорит сейчас. Но все происходит так, спонтанно, без планов, без мыслей, и, кстати, неплохо получается все. Знаете, вот, когда спонтанность вот накрывает, вы перестаете интересоваться, а два это еще чем-то. Если вы сюда пришли, спонтанность еще не полная. То, я не спорю. Все. Мерцаю. Надо добивать эту ситуацию, но, я говорю, добивать ее очень сложно. Если вы ее не добили, то есть, есть, да, странные люди, которые буквально там за полгода атма-вечары растождествляются. Но, скорее всего, это просто они уже намедитированные были. Вот. Если мы годами, вот я про себя помню, что у меня были проблески, а потом как-то все забылось и все-все-все-все. И цель был женство? Нет. Когда это все происходит? Нет. Цели, я же говорю, цели нет того, цель всегда предподразумевает субъекта, который вокруг этой цели что-то там. А его нету, значит, и цели нету. То есть, действительно, получается все бессмысленно. Но это бессмысленно, вот как вот ты начинаешь доходить, что это реально бессмысленно. То есть, все, что ради чего вы до этого делали, я говорю, там, мышцы качали, там, фитнес ходили, я не знаю, статусные какие-то элементы набирали, там, муж, жены, я не знаю, какого-нибудь творческого или другого, в другой сфере какие-то у вас были. Все это бессмысленно. Ну, интересно. Интересно, я говорю, пока вот есть интерес, наигрываться надо до предела, чтобы действительно вы увидели, что это бессмысленно. Пока еще есть хоть какая-то захватывающая идея, там, куда-то, ну, сейчас-то она уже понятная какая-то, вот, зайти вовнутрь и поймать вот эти кайфушки, которые связаны вот с медитативными практиками. То есть, стать вот таким. добивая себя уже медитацией уже до конца времени, что ли? Нет. Дайте, нет. А как? Медитациями, это их еще делает тот, кто с целью. Большинство вот случаев, когда человек думает, что он медитирует, это эгоистическая такая форма, ну, просто другой вариант. медитация, она вот сейчас происходит только тогда, когда вы можете развернуться и безмолвно посмотреть оттуда, откуда вот задаются вопросы, происходят комментарии. Вот это медитация. Но эта медитация, она, ну, практически невозможная, потому что вам нужно посмотреть на того, кто смотрит. а это невозможно. Но это и есть я есть. То есть это и есть приближение туда, куда надо. И вот куда, вот куда двигаться? Где вот этот смотрящий, на которого я должен посмотреть, если это уже он же смотрит, то есть он уже ищет того, кем он является. Это, видите, парадокс для ума. Очень хороший парадокс. То есть вот те, кто умеют зацепиться за эту возможность, да, тут проскальзывание начинает, и действительно мыслительные, остальные мысли вдруг становятся совершенно бестолковые. Потому что ты видишь, что каждая из этих мыслей, она как раз точно такая же. Это попытка самого на себя посмотреть. Неважно, о чем ты думаешь. Вот вы сейчас сидите. Может, как трансляция? Да, ну вот и сейчас что произошло? Кто-то начал думать, действительно, может, это вот это? Кто-то начал думать, что это он замолк, хочу делать. Кто-то начал думать, о, началось. Смотрю на смотрящего. Нет, это все не то. Надо быстрее, надо успеть заметить, как кто-то оживился и не дать возможность уму прокомментировать это. То есть, вот это самая быстрая медитация и она и есть вот конечное состояние отмавичары. Если вы не даете уму возможность комментировать, непонятно что, потому что вы не понимаете, куда вы смотрите, кто смотрит, что такое смотрение, потому что смотрение смотрящий и то, на что он смотрит, это одно и то же. То есть, вот они все трое начинают соединяться в одно, но они это делают без вашего ведома. Вы как понимающий, думающий здесь не участвуете, наоборот, он умирает в этот момент. Позволить вот этому событию случиться, это да, это вот медитация. Ну, не медитация, это вот там, тхиян, тхарана, ну, пратья тхара, это вот как раз на чувство, увидеть, как чувства взбаламучивают и дают импульс к мыслительной деятельности. Ведь вы мысли ни одну не думаете без того, чтобы у вас не возник какой-то эмоциональный импульс. но, как я уже сказал, здесь проблема основная состоит в том, что мысли не мы думаем. мы помните, я уже говорил, эту страшную историю, что мы дойная корова, что являемся, ну, как бы, пищей для более тонких сущностей. ну, это жуть какая-то, конечно, такая мракобесная. Но, переведя это все на нормальный научный язык, мы программы. Через нас разговаривают программы. Я слышал там такое, что были души, как Бог создал, ну, да, дальше объяснение. Мы были там в раю, и пришел по дьяволу, сказал, вы можете где-то с Богом выгнуть, и пойдемте, я вам покажу, как бы души наши купились, и теперь они... Познание добра и зла, и понеслось грехопадение. Ну, история про грехопадение, условно говоря. Да, и потом, короче, закрыли нашу душу в тюрьму, как бы, мы не находимся здесь, нахер. Да, вот это одна из объясняющих моделей, но от того, что вы не знаете, толку никакого. Не, почему? Теперь смысл какой-то есть жить. А, оказывается, действительно, это тюрьма, мы дойные коровы, и, соответственно, как-то даже неприлично быть дойной коровой и сидеть в тюрьме. Я свободный дух, пора мне на свободу. Но, именно это и есть быть дойной коровой. То есть, в этот момент вас и дует, когда вы отправляетесь на свободу, на духовные познания, на достижение каких-то ситх, и все такое. Все. Вы в этот момент вы перестали быть собой, а стали вот программой духовного развития, ментального познания, чувственного переживания, и уже у вас автоматически мысли крутятся, как это сделать, как это достичь. Ну, все, программа заработала, и она уже всю вашу жизнь начинает строить. Буквально, прямо, вы становитесь религиозным фанатиком, или там, я не знаю, либеральным, там, каким-нибудь апологетом, чистой свободой, там, анархия, мать порядка, там, или что. Нет, это точно такие же дойные коровы, как и религиозные фанатики. А Иисус был кто-то? Вам решать. Вы же назначаете. У некоторых Иисус хуже черта. Серьезно. От того, что вы слово сказали, оно, у вас неосознанная речь, дальше вы это слово начинаете наполнять всякими содержаниями. Некоторым лучше бы даже не вспоминать его, потому что у них такой Иисус, что просто караул. у вас нормальные. Все. А есть люди, у которых черти нормальные, лучше, чем у некоторых ангелы. Потому что свободные и игривые. Но это, я говорю, от того, что вы что-то назвали чем-то, оно этим не стало. Вас же зовут, вот как вас зовут? Эдуард. От этого вы же не стали Эдуардом. Того, что вас назвали Эдуардом. Это просто слово, да? Да, это Эдуардов 500 тысяч миллионов, насколько их еще было. Вот. Поэтому Эдуард это просто номинация. Иисус это точно такая же. А вот дальше начинать глубина вашего, вот, Иисус же где находится? Ну здесь, везде, как бы получается, как Он сказал. Ну если вот исходить из того, что Он сказал, что, как бы, когда Он вернулся на небеса, или там, как говорится, не важно, в тот мир настоящий. Не-не-не, все, писяц. Еще раз, вот видите, Иисус сказал в Его, даже в Евангелиях, где там все перековерканно, переперет, там еще подредактировано, там есть живые Его слова. Ну, здесь с вами как бы всегда. Да, с нами всегда. Где? В сердце. В сердце. Да. Он внутри тебя. Он не где-то там. Он внутри тебя. Он говорит, я есмь, путь истина, через меня ты, то есть, ты должен пройти путь и Христос. То есть, ты и есть Христос, который вот никак не хочет стать Христом. И Христос объяснил, как стать Христом. Ну, там, Голгоф и все дела. Быть искушенным дьяволом, там, дьявол это ум. То есть, ты должен пройти вот эти Христовые страсти. Но не те, про которые рассказывают, а именно вот то, как есть на самом деле. бороться против вот этого умного, короче. Нет, бороться не надо, потому что он не боролся, потому что он сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Ну, первое, возлюби Бога. То есть, да, вот этих двух вещей вот так вот хватает для того, чтобы стать, ну, чтобы Христос через тебя начал жить и ты стал его путем. Но дальше начинается, какого Бога любить, что значит любить Бога, где Бог, что такое любовь. Ну, про любовь уже лучше он объяснил. Любовь это вот как вот, если ты научишься других любить, как самого себя, а это значит вот как раз увидеть вот этот момент, что ты, это я. Я же себя люблю, так и тебя люблю. Ну, это хорошо девицу молодую, а вот он, тут уже начинают чьи-то есть социальные всякие намеки. Но это без разницы, еще раз говорю, потому что что я о себе думаю, как о теле, о имени, о человеке, что я об вас, любом из вас думаю, об имени человеке, это один и тот же, одно и то же. Поэтому все человеки, действительно, это твое собственное отражение, твое зеркало. Ты всегда во всех человеках видишь. А это значит, ну как же не любить собственное отражение? Ну это же глупость. Ну это вот как бы такие попытки, которые можно ментально себя убедить, которые объясняют. А теперь это надо притворять в действие. А вот тут уже начинается. А мама там чего-то не так делает. Тут с мамой-то казалось бы, уж вообще проще, и она тебя родила, прямо ты и она, это одно и то. И то, видите, трения какие. А что уже говорить там о Путине? Все нормально с этим Путином. У вас нормально? А с кем не нормально? С Байзоном? С мамой. С мамой. Да. Вот видите, как смешно. Это так смешно, что действительно. А это вот именно так и проверяется. Если вы перестаете реагировать на других людей, что бы они ни делали, какие бы они зверства, это ужас какой-то. Знаете, вот я всегда рекомендую посмотреть этот фильм Барыбаева «Танец Дели». Где очень они так вот вот это. Да, да. серия сахара. Да. И он такой раз, раз. Ааа, это я фашист. Фашист, это я. «Танец Дели». Да. «Танец Дели» это столица Индии. «Танец Дели». И там они очень глубоко заходят, потому что они сидят в морге, и у девушки умерла мама, и, ну, как бы они в самую экзистенциальную глубь начинают заходить. И вот они доходят, вот удивительно, там при помощи ума они доходят. Очень такой сильный момент. Я помню, был поражен, но когда узнал, что Рыбаев буддист и там и в этом шарит, то, видимо, он как художник сумел это выразить очень хорошо. Что действительно фашисты это я. Это вот. А здесь уже вот этот христианский принцип возлюбия врагов. Что хорошо любить жену, маму, или еще что-то. А врагов? Вот сейчас война идет, а им там вообще абсурдная война. То есть один народ воюет сам с собой. Им просто нужно как-то вот так встряхнуть муть, которая у них в голове. У каждого там таракана он не такой, не такой, эти, не такие. Это прямо иллюстрация. Просто она обострена, что я разговаривал с людьми, у них разговаривают программы очень жесткие и что у одних, что у других. Несостыковка. Сердце молчит абсолютно. Им нужно просто замолчать и просто увидеть, что у меня там мама на Украине живет, как я могу на украинцев смотреть, как на кого-то. я сам там некоторое время жил. В общем, вот это вот, а это, казалось бы, враги непроходимые, убивают друг друга уже. И все враги точно такие же. Все враги у нас только в уме. Ум рисует врагов, потому что у него, помните, у ума дуальность, двайта. Плохое, хорошее, добро, зло. Почему я говорю, что у некоторых Христос как черт? Потому что у них Христос противоположность к чему-то другому. Дьявол молится. Дьявол смотри, если Христос это сердце, дьявол это твой ум. Видишь, ты и дьявол, и Христос одновременно. И твоя задача соединить дьявола и Христа. Соединяется очень просто. Открываешь сердце, перестаешь осуждать всех, и у тебя противоположности начинают соединяться, и рога превращаются в нимб. Все, ты святой. А как это процесс? Ну вот, возлюби ближнего, как самого себя. Причем именно вот, когда мама говорит, ты в этот момент ее люби. И ты увидишь, что оказывается, это не проблема, что она говорит. Что это просто форма ее любви. Вообще все, что люди говорят, это форма любви. Даже когда украинцы с русскими молотят, это они так любят друг друга. Просто она такая извращенная и очень раздвоенная. А так на самом деле это одно и то же. Все, есть форма любви. Они помогают друг другу. Да, они ее пробуждают. Только как-то пробуждают очень тяжело, потому что отправляют прямо на тот свет. А так как они не буддисты, и даже некоторые не христиане, они даже молитвы не успевают прочесть, сразу воды куда-то влетают или в какие-то... поэтому помогают сомнительно. Наоборот, сейчас такой чес у чертей. Чтобы им понять, это им во-первых надо... Нет, только ты внутри себя начинает соединять. Никому ничего не докажешь. Ни из кем. Это сон. Да. Пробуждайся ты. Казалось бы, вот ужас какой. А это это ваш сон. Еще тайна такая. Вот все, что вокруг, это видите только вы. Ну, для этого мухоморов надо съесть, чтобы увидеть. А так и есть. Вы видите, говорю, всегда только себя, только никакого... То есть нет такого мира, что я его вижу и вы видите. Я вижу только свой мир, вы только свой. Поэтому никого и не исправить во внешности. Ничего не сделать во внешнем мире. Только себя, только спасайся сам. Один только есть. Один это единый. То есть вам надо сделать его как вот знаете был такой скандинавский бог Один сам себе уже принес руны вывел и все мир там раскрутил. вы один. Иисус Христос тоже учил, он говорил я есть в отце отец есть во мне. Да, альфа и мега. это тоже адвотистство. Все ну оно не адвотистство это единство противоположностей это даже вот эти сам марксисты доперли знаете у них там диалектический материализм был количество переходит в качество единство и борьба противоположностей все допирают во всех системах но это надо не умом еще раз говорю это надо в прикладном варианте начинать делать самый лучший прикладной вариант это вот я говорю близкие родственники ну ближний круг не надо любить Путина там или каких-нибудь там у вас есть в близком соприкосновении те кто уже очень кому что с ней делать молодец молодец то есть новость сама бессмысленно смотри только что дергается молодец молодец то есть все время только засекать не давать чтобы у вас в голове вот этот чертик начал разговаривать а у него говорю два рога один говорит хочу другой говорит не хочу и на них нанизано все хочу жить богатство красоты быть продвинутым и не хочу чтобы черти жили чтобы враги там были ну там чтобы болезни вирусы этого все не хочу мороженое хочу ребенок сразу улыбнулся вот это ну такая простейшая ситуация что тут еще говорит надо тоже долго не последишь все равно надо в комментах да а никто не говорил что будет просто еще раз говорю очень редкие люди есть которые садятся в медитацию и у них там сразу это такой действительно превращается в какой-то тупой такой я вот говорю надо завести ретритный час и на этом ретритном часу методично с ручечкой с книжечкой с записями сидеть и долбать потому что вот это все точно так же есть так называемый накопительный эффект это показывает и в обычной жизни если вы там осваиваете какую-то специальность или еще что-то надо там тренировался тренировался там побежал быстро тренировался тренировался заговорил на английском тренировался тренировался заиграл на гитаре то есть нужны уроки которые дают накопительный эффект точно так же как вот вы научили ум дискурсивный разговаривать а это очень было нужно потому что личность нужна потому что нужно социализовываться нужна профессия нужны умения ну коммуницировать это все очень нужны здесь то есть вот ошибка некоторых людей когда они слышат надо там все прекратить пустота там или еще ты никто вот совершенно верно как это Кастанель контролируемая глупость то есть ходишь на работу там ешь заботишься о здоровье но просто так автоматически действительно и при этом на фоне всех вот этих происходящих вещей следишь кто у тебя там разговаривает или кто там следит за разговаривающими видите тут двойной момент у нас он выворачивается начинает сразу возглавлять процесс просветления и борьбы с самим собой ну ум очень верткий и его действительно не победить потому что дьяволом назвали что он от начала веков и знает все ваш ум знает все только он прикидывается и изображает что вы типа ну как бы личность которая знает то что она там прочитала любую книгу любое событие что вы читаете вы его читаете только потому что вы это знаете а вы читать и воображать можете все все мироздание это ваш ум нету никаких там Энштейнов которые что-то там познали Энштейны это ваш ум вы наделяете Энштейнов там Моцартов музыкальными то есть вроде бы вы не можете сочинять музыку но вы вывернулись и через Моцарта это сделали но никакого Моцарта кроме вас нету это вы Моцарт ваш и музыка ваша видите а это уже вот это уже интересный момент то есть вы только что были телом который ничего не умел а тут выясняется что все гениальные личности это ваш ум они вне вашего ума существовать не могут и видите тут вот такое расширение начинается ах вот он кто спит потому что Иисус по мере того как вы начинаете его открывать он все больше открывается но он открывается потому что он уже он даже так и сказал я же внутри тебя что-то будь как я действуй как я я как раз самый прямой путь тебе показываю не надо обходных путей при помощи шумака городить что путь уже есть самый прямой потому что это вы и Христос и Ньютон с Лейбницей и вот один прекрасный момент я просыпаюсь и думаю это же надо даже было таком присниться про Ньютона про Эйнштейна ну да это такие бывают иногда сдвиги но это уже все это уже нет это не все это еще кто-то все это оценил видите есть оценщик который я говорю ум хитрый он очень может вывернуться вы не представляете до каких степеней некоторые люди доходят когда начинают двигаться я каким-то образом сейчас на меня выходят те люди которые надвигались там один мне говорит что я могу любым человеком начать мыслить он будет говорить то что я хочу что я могу звезды развернуть небеса еще что-то то есть так вот у него что ко мне дьявол и Христос являются внутри меня ведут битвы разговоры несколько раз снялся такой сон что я научился летать летать даже я даже понял как это надо делать прекрасно классно а потом просыпаешься а у него у меня на физическом уровне был я начался для людей что думал вот прикольно сейчас экзамен адиотая серьезная и я держался за 100 начинал летать по настоящему я держался за стол и весь экзамен ничего не писала потому что отпускали и больше смешило что как это смешно будет выглядеть. Да, это было, сейчас скажу, 19 лет мне было, сдавал в политех экзамены, но до этого намедитировался очень сильно. Самое прикольное было то, что мне было это смешно, что даже мысли не появлялось, что так прикольно, я сейчас лечу, все увидят там, это же будет такое, а я отпускаю руки и начинаю вылетать, хватит, держусь. И я же говорю, здесь не поймешь, что это происходит, то ли мне это снится, то ли это реальность. А экзамен сдали? Нет, не сдали. Ничего не написал, потому что, говорю, был поражен происходящим, и никак не мог, а оно так и происходит, видите, как вот, где не ждешь ничего, вдруг раз, типа такой фокус. И, ну, были такие фокусы, которые сбивают вот эту матрицу, и ты видишь, но еще раз говорю, ты не поймешь, что это, где это происходит. У многих бывает там во время усталости, или они выходят и видят, как тело сидит, даже, наверное, здесь у кого-то были такие опыты. У меня было, я спала, и тело спало, а я была комнатой. Я была такая уставшая, вырубилась. И ты видишь свое... В комнате вижу, все вижу, а тело спит. А в осознанном сне там просто практика такая есть, ты выходишь во сне, кладешь вечером на тумбочку книжечку, во сне ее открываешь, читаешь на странице, утром просыпаешься, открываешь, смотришь прочитанное и понимаешь, что ты во сне это прочитал, что это был не фантазия, а это управляемый сон был. Ну, это все фокусы, которые только отвлекают, потому что сразу же начинается, что с этим делать, как узнать лотерея, что там завтра будет, это все. Но оно просто как демонстрация того, что мир пластичен, и здесь не все вот действительно вот это убеждение, что ты не в теле, и что телесность это не единственный вариант прочтения реальности, и что самая главная иерархия, это иерархия чувств и ощущений, и вот сделать их все тоньше и тоньше и тоньше, приблизить их до того, как ум успевает сделать комментатор, то тогда происходит вот это выворачивание, и оно вот такое тотальное, что действительно ты начинаешь все воспринимать, ну, как оно есть. И тогда действительно интерес, и проверкой интереса является, что вот как раз то, что раньше тебя выносило и выкидывало, вдруг ты понимаешь, что это очень интересно, или что это форма любви, или что это, ну, вот какие-то то, что раньше ты даже не замечал, как это интересно. И ты уже это заметил. И еще так 10 раз. Эти знания, конечно, помогают в жизни. Да. Они как-то так более становятся таким страшным, более спокойным. Да. Причем действительно бесстрашным именно в тех ситуациях, в которых раньше был бы очень напружен. То есть и смерть становится уже не такая серьезная, и болезни не такие. Я же говорю, вот у меня был случай, я разбился очень сильно, у меня позвоночник, там трещины, там таз сломался, и ноги отключились, и я вот такой лежу, и понимаю, ну, вот, все. Буду на колясочке ездить. И такой, нормально, я же преподаватель, меня будут завозить в университет, лекции читать я смогу. То есть, как бы, принял ситуацию, оказалось, что никакой трагедии нет. То есть, ты понимаешь, что и такой вариант существования, он тоже нормальный. И иногда вот происходит такая ремиссия, и вдруг раз, все включилось сразу же. И сказали, ах ты, козел, не испугался. Ведь все, что с нами происходит, вот запомните, все трагедии, они как раз, это либо черти хотят вас загнать в уныние и в негативное состояние, страх, там, и еще что-то. И это как проверка. То есть, ты, видимо, вот через это можешь проверить себя. Ну, самая главная проверка, это, конечно, смерть. Ну, если, как раз, ты, физическая боль. Да. То есть, ты, знаешь, очень устроил физическую боль. Да, да. Ну, я говорил, что есть технологии, когда можно освоить этот механизм, то есть, увидеть, что физическая боль, она, ты с ней не связан. Еще раз. Как ты прикреплена к телу, где ты касаешься тела, чтобы боль добралась до тебя. У тела есть боль, то есть, вот с болезненными состояниями в теле все нормально. А к тебе, как эта боль, как, где она к тебе касается? Ты где в теле? Ты в теле в каком-то месте находишься? Да. И вот когда... Я эту боль находила вместе. Нет, боль в месте находишь. А ты, а ты, ты где? Я не знаю. Вот, и вот можно таким образом увидеть эту дистанцию, оказывается. Да, телу больно. А тебе? Нет. А тебя это не касается. Ну, это не славя... Касается только тогда, когда ты напуганной и начинаешь думать. Вот тогда начинаются все эти психические процессы. Когда я не думаю, боль... Ну, например, музыку слушаю, и боль по кругу. Да, есть всякие... И я могу собрать... Да, да, даже есть там всякие эти способы, там что-то запутывают, запутывают, делают, а ты не понимаешь, чего коснулись, как... То есть, я говорю, это... Значит, это... Это автоматизм. Не мне боль. Да, боль это автоматизм, который направлен на самосохранение физической оболочки. Чтоб она не развалилась, потому что если вы боли не чувствовать, не будете, там, вам руки, ноги подрывают, а вы так и дальше пошли. Вот, и вот, чтобы этого нет, оно себя держит и вам все время импульсирует сигналом. Там, бойся, спасайся, отдерни. В принципе, я не боюсь, но у меня все равно больно. Ну, боль то есть, но я уже не фантазирую, что будет, а мне... Не-не-не-не-не, а как ты боль чувствуешь? Как что? Я не знаю. Как что? Ну, вот такие приходят дурные. Все равно мысли приходят. Я могу отследить, что приходят мысли, но кто их видит, я не знаю. Без мыслей боли нету, боль всегда должны быть мысли. Это по принципу, ты бежишь от боли, а боль всегда за тобой. Если ты остановишься, больше 20 минут боли не будет никогда. Да, точно. 20 минут и все, она исчезает. Ну, там разные есть технологии, действительно... Это просто, даже вот ученые один, который с ним упал на прутья, и никого не было рядом. И просто не двигался, и боли не было. Если подвигаешься, сразу боль. Да, да, да. Ну, в общем, говорю, тело, оно такое хитрое, и оно очень такое инертное. И оно... Мы как-то привыкли, что оно рядом с нами, и что его нужно сохранять, кормить и всем прочим. Поэтому оно через боль, в общем, нас вот так и достает. Это его основной инструмент, потому что боль тут же запускает страх, и тогда все, вы в ловушке. Если страх вас поймал, все, вы тогда... У вас больше нету... А страх, это значит, нет доверия Богу. Мне кажется, вроде бы, нет этого страха уже. Ну да, вот... Чуть-чуть есть, конечно. Страх, если он каким-то образом вас уже не достает, то это значит, вы понимаете... Но страх смерти достает. Ну, значит, еще не то самое. Потому что смерти-то нету. Но это еще сложнее понять, что боли нету. То есть с болью можно еще натренироваться, а вот со смертью очень трудно натренироваться. Хотя... Можно спросить? Да. Бхагавад Гитте пишет, что пока мы не обуздаем своего, ничего не получится. И дальше один такой момент, что... Если ты будешь хотеть испытывать удовольствие, не счастье, а удовольствие, ты никогда не обуздаешь слово. Точно. И что самое интересное, когда вот это читал удовольствие, на литовском языке, малонумас. Если взять два слова русских, мало и ума. Может быть. Так вот, малонумас. Малонумас. Разно. А как ты насчет этого удовольствия? Ну, так я же говорю, это канал, который говорит «хочу», «хочу». И вот он... То есть, который не «хочу» — это страх смерти, а который «хочу» — это удовольствие. То есть, вот они два основных инструмента, которые не дают остановиться уму. Страх смерти и желание. Ну, а желание — это чаще всего удовольствие. Но там же вот в Хагавангите очень хорошо. Там действительно тоже текст очень плотный, потому что это же полный аватар. Кришна объясняет великому воину, как как раз вот войти в осознанность. И там он те же самые пути предлагает. Первое — это карма-йога, значит, действуй без желания получить результат. Потому что тогда удовольствия сразу умрут. Потому что если ты что-то делаешь не для того, чтобы потом этим наслаждаться или еще что-то, а просто так, тогда это все, ну, как бы обесценивается и ума затихается. А второе — это все делай как жертвоприношение, параматмин, ну, Кришне там. Что ты тут ничего вообще, все, что ты делаешь, благодаря ему, ему и может быть только предложено. А это значит, никаких удовольствий ты получить не можешь. То есть, в принципе, две технологии очень мощные. То есть, вот, все делать как служение Высшему или как Богу. Но тут вот и одна проблема — не перепутать объект служения. Потому что иногда люди начинают служить не тому, кому надо. Тогда вот, ну, Кришне, ой, этому Арджуне было хорошо, ему эта вселенская форма в виде Кришны, Вишну, явилась. И у него не было вопроса, кто есть Бог. Вот у нас, к сожалению, такого опыта нету. Ну, поэтому, кому жертвоприношение приносить, хрен его знает. Чем отличается удовольствие от блаженства? Ну, там уже какие-то, наверное, нюансы. Ну, уж говорю, сейчас интеллект сюда вклинет, он любит все классифицировать и по полкам раскладывать. В принципе, наверное, синонимы. Были святые, всякие там старцы, которые, ну, еще назывались блаженными. Или дурочку вообще даже блаженными называли. Может, это так и надо? Так и надо, да. То есть, у него нету развлечения, он блаженный. Для него все одно. Ну, все есть Бог. А блаженство, как чувство, состояние, это какая-то экзальтированная форма? Ну, может быть. Я говорю, дальше начинаются все вот эти описания. Что там экстаз, что такое нирвана. Надо безусловно любовь вот говорить. Это надо, и безусловно. Ну, да. Безусловно, это значит, ты ничего для себя, себя всего отдаешь. Без остатка. То есть, ты себя располагаешь в объекте, в человеке. Ну, и, соответственно, вот это субъектно-объектное единство, оно становится вот единым. Тогда это... Хорошо, вот один вот у меня было это, и было кратон-кратон. Это точно она была? Нет, может быть, вы немножко блаженны были тогда. А потом вам объяснили, что так неприлично, и вы решили все. Только теперь. Ну, я вот и целый год была счастливая из-за них. Ну, да, счастливая, да. Ну, видите, это начинается. То есть, это была не любовь, а действительно, вы чувствовали там... Может, это и была не любовь, может быть, это... Пропадает всегда, когда начинается комментатор. Комментатор, он и есть тот, кто... Это значит дьявол, ну, двойственный ум. Он сразу... И все, тогда... Почему я говорю, нужно не давать уму активизироваться. Находилась вот... И вот, и останься в этом. Хоть все бы тебе говорили, дура полная, с деревьями разговариваешь. Да, ума есть полная. Ну, ума, молодец, хорошо. Ну, у нас это хорошо, а когда мама начинает тебе говорить, ты дура полная, ты такая, блин, мама... Нет, она не любит, она не беспокоит. Ну, она каким-то другим способом тебе что-то говорит там. А тетю там что там? Через тетю. Через какие-то там проблемы, которыми тебе не хочется грузиться, потому что... Так. В детстве читал много сказок, то там всегда дурачки получают... Ну, да, да. ...старство там, полцарство. Да, да. ...инцессы. Да, именно потому что у них нет дискурсивного ума, то есть... Помните, старший умный был, детина, средний был и так, и сяк, а младший вовсе был дурак. Потому что старшего социализовали, он должен был по наследству получить дом, хозяйство и им распоряжаться, то есть социуми быть активным. Второго сына, как запасной вариант, потому что того могли убить. Ну, а третий уже ни к чему не нужен, он лежит, в потолок плюет, то есть... Внутренней медитации находит, видит, как плюнул, сопля на нос упала. О, одно и то же. Ну, понятно, что идиот. Поэтому он идет там с лягушками разговаривает, там, не знаю, и все. В общем... Как дуракам везет, что говорят. Ну, Форест Гампа, посмотрите, дурак дураку розен, как он там, мама его учила. Вот, Форест Гампа тоже из этой оперы. Знаете, Форест Гампа такой фильм есть. Форест Гампа? Там, друг ему сказал, будем креветки делать, он пошел креветки делать. Все просто. Да, именно так, все просто. Если ума не загружать. Я тоже знаю такую девушку, но у нее все в жизни просто, как по массу. Просто она не думает, просто делает. Ну, есть такие люди, которые демонстрируют. Даже не думают. Мы не знаем, что там происходит. Потому что, еще раз говорю, это ты себе зачем-то такую девушку нарисовал, чтобы каким-то образом тебе себе что-то такое подтвердить. Вот. В общем, идея простая. Сделать каким-то образом, чтобы вот комментарии, которые вас все время отвлекают, загоняют в тело, пугают или устремляют к наслаждениям, чтобы они не активизировались. А они активизируются, потому что они... не вы. И вот что с этим делать, это мы на практиках рассмотрим. Спасибо. 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 Спасибо.